Новости на телеканале «Красная линия» Наш взгляд на главные события в России и мире Смотрите сегодня в информационной программе «Темы дня» Главный экономист страны, бывший министр финансов Алексей Кудрин Возглавил Центр стратегических разработок Оказывается, 10 лет Кудрин был лучшим министром Сейчас опять появился как тень вокруг Путина И смысл его появления, на мой взгляд, просто зловещий 110 лет назад состоялось первое в истории Российской империи заседание Государственной думы Что изменилось спустя век То, что происходит в парламенте, это отражение определенного расклада сил в обществе Определенной борьбы политической, которая происходит В том числе и правильно вы спрашиваете классовой борьбе Оставлены на произвол судьбы Жильцы аварийных домов в Уфе ждут расселения Но чиновники не спешат решать их проблемы Дом ветхий, аварийный, на глазах рушатся Куда только не обращались, куда только не писали Везде получаем только отписки В Уфе ежедневно сотни человек вынуждены подвергать свою жизнь опасности Собственники квартир в аварийных домах годами ждут расселения Но местные чиновники с решением проблемы не спешат Подробнее расскажет Рустам Сабанчеев Бывшему общежитию фанерного комбината, а ныне жилому дому по улице Шата Руставели В этом году исполняется 60 лет Только вот праздновать эту дату никто не собирается Жильцы наоборот хотят побыстрее избавиться от постройки Тому есть причина Дом то и гляди рухнет со дня на день Дом ветхий, аварийный, на глазах рушатся Куда только не обращались, куда только не писали Везде получаем только отписки В доме проживают в основном молодые семьи Трещины на стенах, проваливающийся пол и сырость Ко всему этому здесь уже привыкли У людей не хватает денег, чтобы купить новую квартиру или хотя бы снять жилье Приходится довольствоваться благами цивилизации, которые есть А их не так много Газ и вода, да и то только холодная На все комнаты один туалет общий И ванная комната В ванной комнате люди купаются Несмотря на то, что холодно там у нас очень бывает Холодно, тем более зимой там минусовая температура, вода застывает Чиновники признали дом аварийным еще в марте этого года Но на вопрос, когда жильцов расселят в новые квартиры Похоже, ответа никто не знает Когда сносить его будут, я не могу вам сказать Этот дом у нас под снос стоит Постановление о признании многоквартирного дома аварийным подлежащим сносу За номером 276 от 9 марта 2016 года Правда, в плохом состоянии в Уфе не только ветхие дома Но и относительно новые Жилому строению по улице Жукова еще нет 30 лет Но оно в буквальном смысле разваливается Причина тому – ошибка проектирования Один из подъездов здания с каждым годом накреняется все сильнее и сильнее Ну, постоянно происходят какие-то хлопки Вот панели, в которых вставлены окна Оттуда отсыпаются огромные куски Флизелиновые обои, которые должны тянуться Не выдерживают большие трещины Все это видно У нас полы не то, что ходят ходуном, это даже не так страшно У нас полы все на 15 сантиметров Вот, например, от одной стороны до другой разница В уклоне 15 сантиметров В подъезде 36 квартир В них проживают более сотни человек Если этот подъезд рухнет, остальные он потянет за собой Рустам Сабанчеев, Красная линия Алексей Кудрин по поручению президента Владимира Путина Назначен председателем Совета Фонда Центр стратегических разработок Напомним, что еще 14 апреля во время прямой линии с президентом Владимир Путин анонсировал возвращение экс-министра финансов во власть Мы договорились, что он более активно будет работать в экспертном совете При президенте, может быть, будет одним из заместителей этого экспертного совета И на площадке одной из эффективно работающих структур В том числе созданных ранее И, может быть, и вот этого Центра стратегических исследований Будет заниматься вопросами, связанными со стратегией развития На ближайшее время, после 2018 года и на более отдаленную перспективу Президент высоко оценил вклад Алексея Кудрина в развитие экономики России И признал его одним из лучших экспертов в финансовой области Между тем, сразу после назначения в Совет Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что у России еще есть шанс вернуться к экономическому росту Минуя болезненные реформы Конечно, мы затянули, но даже сегодня мы имеем возможность Очень взвешенно распределить эти реформы Чтобы результатом реформ стало повышение жизненного уровня Повышение экономического роста По случаю возвращения Кудрина в ближайшее окружение президента В КПРФ напомнили о методах, которыми руководствовался экс-министр в своей политике Те деньги, которые выручали за счет продажи нефти, газа, древесины, металлов, золота, алмазов, леса Отправляли за рубеж под 2-3% максимум Свои деловые люди и предприятия, не имея оборотных средств, ехали и брали в долг под 5-8% А банкиры, которые заняли эти деньги, давали нашим деловым людям под 15-20-25% За это в Америке вас посадят на электрический стул или пожизненное заключение отправят в тюрьму А у нас, оказывается, 10 лет Кудрин был лучшим министром Сейчас опять появился как тень вокруг Путина И смысл его появления, на мой взгляд, просто зловещий В экспертном сообществе также скептически отнеслись к новому назначению Кудрина Главная повестка для него, по их мнению, это плодотворное сотрудничество с Западом Без оглядки на национальные интересы страны Если текущее правительство при всей критике, особенно либерального экономического блока Они все-таки стараются ограничить возможность приватизации государственных предприятий западным капиталом Ограничить доли, продаваемые в этих компаниях, чтобы стратегический контрольный пакет оставался в государстве То я думаю, что для Кудрина это не будет являться проблемой Он тепланочку уберет и допустит приватизацию западных компаний Западными компаниями российских активов в полном объеме, чтобы контрольный государство потерял То есть для него это, наверное, и есть безболезненный переход Первый запуск с космодрома Восточный отменили за полторы минуты до старта В Роскосмосе заявили, что причиной инцидента стал сбой в работе одного из механизмов ракеты В корпорации исключили человеческий фактор Старт перенесен на сутки Коротко о других новостях в стране Роскосмос застраховал первый пуск с космодрома Восточный на 8,5 миллиардов рублей Ведомство заключило с компанией ВТБ страхование договор Он предусматривает покрытие возможных финансовых потерь при первом запуске ракеты с космодрома Операция в Сирии подтвердила высокие боевые возможности российской авиации Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу Он подчеркнул, что российские бомбардировщики ежедневно наносят прицельные удары по базам террористов и их пунктам управления Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяка заработал за прошедший год свыше 24 миллионов рублей К слову, доходы главы региона выросли по сравнению с позапрошлым годом в 2,5 раза Согласно сведениям о доходах и имуществе, в собственности у Кожемяка находится земельный участок, 4 жилых дома в России, 2 квартиры и мотоцикл Министерство финансов России совместно с Центробанком предложило реформировать пенсионную систему Накопительную часть предполагается полностью вывести из государственного пенсионного фонда При этом накопления признаются собственностью граждан Цены на легковые автомобили в России за последний год выросли на 16% Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостад» Больше всего подорожали автомобили «Лендровер» Средняя цена на них увеличилась сразу на 65% Смотрите во второй части информационной программы «Темы дня» 110 лет назад состоялось первое в истории Российской империи заседание Государственной думы Что изменилось спустя век? Что такое российский парламентаризм? В нашей студии депутат Госдумы от фракции КПРФ Николай Арефьев Ровно 110 лет назад состоялось первое в истории Российской империи заседание Государственной думы Которая была учреждена манифестом Николая II Для Новой России 27 апреля стала памятной датой Ее принято считать днем российского парламентаризма Однако, как более века назад, так и сегодня Государственная система во многом не выполняет свои функции Состоялся ли в России истинный парламентаризм? В нашем следующем репортаже Вот оно, начало российского парламентаризма Заседание Первой Государственной думы состоялось в апреле 1906 года Она была создана далеко не по доброй воле императора А как прямое следствие революции 1905-го Демократический институт должен был представлять интересы народа перед властью Однако полномочия думы были настолько ограничены Что у депутатов не было никакой возможности повлиять на ситуацию в стране Дума распускалась и созывалась заново два раза Вплоть до 1917 года Император пребывал в сомнениях А нужна ли вообще эта дума? Основные государственные законы буквально за несколько дней До открытия Первой думы Были выведены из круга полномочий Государственной думы Были невелики контрольные функции Государственной думы В отношении министров, правительства Правительство полностью было под контролем и подвластно государю-императору Историю российского дореволюционного парламентаризма продолжил советский парламентаризм Власть советов народных депутатов Однако новая конституция 1993 года, ознаменованная расстрелом Верховного Совета РСФСР Представительным и законодательным органам провозгласило федеральное собрание Парламент, нижней палатой которого стала Государственная дума Власть предполагалась разделить на законодательную, исполнительную и судебную Однако такое разделение властей сегодня можно считать условным, считают эксперты То, что называется парламентом, никто уже не должен Никакой институт уже не должен там координировать сверху Парламент с народом разговаривает И народу подотчетен, и больше никому А в данном случае у нас институт президентской власти, конечно, это тоже декларируется в Конституции Это противоречие Конституции 12 декабря По Конституции Совет Федерации Верхнюю Палату Парламента частично формирует президент Частично она складывается через косвенные выборы Депутатов же Государственной думы напрямую выбирает народ Но это по Конституции, на деле же вопрос о честных и прозрачных выборах в нашей стране вызывает только улыбку Не важно, как человек проголосует, важно, как посчитают голоса Я думаю, что это такая игра, заранее спланированная, подготовленная И результат известен далеко до ее начала, вот и все Я на выборы уже не хожу, не имеет смысла Не, ну я схожу, конечно По традиции Особо не верю Да, для галочки Отмечу Парламент не место для дискуссий Сакраментальная фраза, сказанная в 2003 году Борисом Грызловым Тогда председателем Госдумы Не утратила актуальности и сегодня Политик, что называется, попал в точку Абсолютное большинство депутатских мандатов сегодня принадлежит Единой России Законопроекты и поправки к законам, которые предлагает оппозиция Всегда сталкиваются с сопротивлением парламентского большинства Недавно мы вносили в очередной раз проект закона о детях войны И в очередной раз, пользуясь вот этим самым своим большинством голосов Единая Россия этот законопроект отвергла Хотя это та категория граждан, которые, вне всякого сомнения, заслуживают поддержки Это те, кого гитлеровское нашествие лишило нормального детства Вот результат монопольного положения партии буржуазии, партии меньшинства в Государственной Думе Реалии сегодняшнего дня в Госдуме решают отменить индексацию пенсии Повысить налог на землю, обязать граждан оплачивать капитальный ремонт своих домов Инициативы же со стороны оппозиции могут ждать рассмотрения в Госдуме долгие годы Такая участь у законопроектов КПРФ о детях войны, обведении прогрессивного налога, о моратории на рост тарифов ЖКХ То, что происходит в парламенте, это отражение определенного расклада сил в обществе Определенной борьбы политической, которая происходит, в том числе и правильно вы спрашиваете классовой борьбы Остается только надеяться, что в России когда-нибудь 27 апреля станет днем настоящего парламентаризма А пока так Марина Крохмаль, Сергей Герасимов, Сергей Каверин, Красная линия Гость нашей программы депутат Государственной Думы от фракции КПРФ Николай Арефьев Здравствуйте, Николай Васильевич Здравствуйте 27 апреля отмечается День российского парламентаризма И в 93-м году с принятием действующей Конституции, как нам тогда казалось, мы действительно обрели реальный парламентаризм И оглядываясь на 20 лет назад, как вам кажется, что можно сказать о российском парламентаризме сегодня? Ну я хотел бы сказать, что никакого парламентаризма в России не было и нет И даже если возвратиться к недавним временам Вот в прошлом году Дума издала книгу о российском парламентаризме Так странно, 80-летний советский период в эту книгу не попал Как будто в это время не было Верховного Совета Союза СССР и Верховного Совета России Хотя он был, работал и делал намного более полезные дела, чем сегодняшняя Дума Я бы хотел сказать, что еще и другое Вот сегодня сформирована законодательная ветвь, ну вопреки Конституции и закону У нас по Конституции разделение властей, так сказать, на законодательную, исполнительную и судебную Так вот, сегодня благодаря тому, что у нас Дмитрий Анатольевич Медведев, председатель правительства Является одновременно по совместительству и руководителем партии Единая Россия А Единая Россия является большинством в Государственной Думе То сегодня Медведев возглавляет и исполнительную ветвь власти, и законодательную Потому что его влияние на фракцию Единой России в Думе очень велико Насколько я понимаю, это вообще противоречит идее парламентаризма, так ли это? Это противоречит, прежде всего, даже Конституции и противоречит закон о политических партиях У нас в законе о политических партиях написано, что вмешательство исполнительных органов власти в дела политических партий запрещено А у нас не только вмешательство, у нас непосредственно руководит исполнительная власть политической партии Я вносил поправку в закон о политических партиях, но вот в декабре ее рассматривали, ее, к сожалению, не приняли. А из-за этого у нас очень много бед, потому что сегодня доминирует исполнительная власть и делает все, что хочешь. Сначала они создают законы, я бы сказал, антинародные и антироссийские, а потом их начинают исполнять, вот потому у нас и такие успехи в кавычках и в социальной, и в экономической сфере. А надо бы вот этот вопрос поправлять, чтобы у нас не было мы на власти одного человека и в исполнительной, и в законодательной ветви власти. Как вы считаете, это возможно в современной России? И каким должен быть настоящий российский парламентаризм? Вот вы знаете, этот парламентаризм, он растет из выборной системы. Вот на сегодняшний день Медведев со своей командой «Единая Россия» так пересматривают каждый год избирательное законодательство, что на сегодняшний день сложилась вот такая ситуация, как бы народ не проголосовал, все равно это будет за «Единую Россию». Ну, до такого совершенства, наверное, донумались только у нас. Это очень хитрая такая система. Но я бы хотел сказать, что, вы понимаете, ничего этого сделать нельзя, можно решить только избирательные системы, потому что какие бы мы законы не вносили, вот оппозиционные партии, они просто игнорируются, они не то что не принимаются, они даже не рассматриваются. Вот у меня на сегодняшний день 8 законов лежат, один закон, ну, совершенно не политический, уже третий год лежит в комитете, не рассматривают и все. Ну, хоть в суд на них подавай, но нельзя же вообще не рассматривать закон, если депутат его внес. Но не рассматривают, потому что команда не рассматривает. Ну, вот действительно, Государственная Дума, как мне кажется, должна быть площадкой для обсуждения актуальных проблем и для обсуждения законопроектов. Вот сколько законопроектов КПРФ было рассмотрено, какие из них получили ход делу и какие были заблокированы фактически? Ну, законов у нас достаточно много, мы вносили, ну, за весь пятилетний созыв достаточно много. Но я хочу сказать, что только треть из них была рассмотрена. Причем, ну, такие основные законы, которые мы рассматривали, это законодательство по избирательной системе. Они не были приняты, они были проигнорированы. Мы вносили массу законов по социально-экономическим проблемам. В части, ну, закон о торговле, допустим, о порядке ценообразования. Мы вносили закон о детях войны, которым необходимо помочь, и съезд которых вот проходил буквально в прошлую субботу. Мы принимали закон об Академии наук, об образовании. Сейчас вновь закон об образовании внесли. Но, к сожалению, все вот наши попытки как-то улучшить положение в той или иной отрасли разбиваются о непонимании и о нежелании принимать какие-либо законы, улучшающие положение в стране. Но это вот, к сожалению, политика и Медведева, как председателя правительства, так и его партии «Единая Россия». Николай Васильевич, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что пришли к нам. Я напоминаю, что гость нашей программы – депутат Государственной Думы от фракции КПРФ Николай Арефьев. Смотрите далее в информационной программе «Темы дня». Бессмертный полк в Милане. Итальянцы отметили 71-го годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В Германии работники аэропортов бастуют и требуют повышения зарплаты. Более тысячи рейсов отменены. Сегодня на 92-м году жизни скончался выдающийся советский журналист, политический обозреватель, историк-американист и писатель Валентин Зорин. Популярность пришла к Валентину Сергеевичу, когда он вел телепередачу «Международная панорама. Сегодня в мире. Девятая студия». Зорин брал интервью у руководителей многих стран и ведущих международных политиков. Преподавал в МГИМО, написал десятки книг. Был лауреатом Государственной премии СССР. Я, мое поколение считали необходимым не оставаться в стороне. Мы защищали свою страну. И я это делал всю жизнь в той профессии, которая мне досталась. Сразу после нашего выпуска смотрите одно из последних интервью Валентина Зорина, которое он дал нашему телеканалу. Президент США Барак Обама и американские политологи предлагают России дружить с Западом и не бояться расширения НАТО. Что на самом деле стоит за этими словами, расскажет наш обозреватель Марина Восконян. 71 год назад произошла историческая встреча американских и советских войск на Эльбе. В Москве на этой неделе был открыт памятник в честь этого события. Американские дипломаты заговорили о необходимости дружбы между Соединенными Штатами и Россией, несмотря на разногласия. Так какую же дружбу предлагают нам США? Еще недавно называвший нашу страну одной из главных угроз человечеству Барак Обама на днях заявил, что России надо подружиться с Западом и Европой. Цитата. Господин Путин обычно рассматривал НАТО, ЕС, трансатлантическое единство, как угрозу российской власти. Я думаю, что он ошибается. Конец цитаты. А вот Россия – угроза для НАТО. Американский генерал Кертис Скапоротти, выступая в Сенате США, заявил, что Москва хочет не просто осадить Североатлантический Альянс своими провокациями, а уничтожить его. Русские не могут понять, что приближение НАТО к их границам вовсе не опасно, пишет издание Independent. Цитата. Москва не может осознать, что НАТО в 2016 году – это не реинкарнация Третьего Рейха, тайно планирующая нападение на Россию с форпостов в Восточной Европе. Конец цитаты. А что же на самом деле планируют США в отношении России? Ветеран Холодной войны Збигнев-Бжезинский считает, что Вашингтон должен убедить Москву отказаться от независимой политики и стать частью трансатлантической Европы. А Китаю и США должны предложить вместе контролировать Азию, чтобы ослабить Россию. Целей никто и не скрывает. Цитата. Если американское глобальное превосходство закончится, мир погрузится в хаос. Поэтому одна из двух потенциально опасных для нас стран должна стать партнером в деле глобальной стабильности. Это не даст возможности второй нас обойти. Конец цитаты. Вот такая дружба с известным девизом «разделяй и властвуй». Марины Восканян, Красная линия. Венгрия, Польша, Словакия и Чехия направят свои военные подразделения в прибалтийские страны. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии. Такое решение принято в рамках мер по усилению НАТО в Восточной Европе. Коротко о других международных новостях. Заседание Совета Россия-НАТО показало отсутствие прогресса в вопросах европейской безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пятой московской конференции по международной безопасности. Он отметил, что Европа не сможет создать архитектуру безопасности без российской помощи. Украина вводит с 1 мая рыночные цены на газ для населения, сообщает ТАСС. Теперь украинцам придется платить за отопление в два раза больше. Премьер-министр страны Владимир Гройсман попросил граждан отнестись к нововведениям с пониманием. Власти Северной Кореи сообщили о проведении съезда трудовой партии. Начало мероприятия запланировано на 6 мая. Предыдущий съезд проводился 36 лет назад, в 1980 году. Эксперты считают, что на съезде могут быть затронуты вопросы о смене политического курса. В Германии более 100 тысяч рейсов были отменены из-за забастовки работников наземных служб аэропортов. Бастующие добиваются повышения зарплаты на 6% и улучшения условий труда. Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Хиллари Клинтон победили в ходе очередного этапа праймерис. Голосование проходило в пяти штатах, в Коннектикуте, Делавире, Мэриленде, Пенсильвании и Родайленде. Напомним, выборы президента США пройдут 8 ноября 2016 года. В Италии отметили 71-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Главные торжества прошли в Риме. В центре города первые лица страны возложили цветы к могиле неизвестного солдата. В Милане же прошла акция «Бессмертный полк». Инициатива ее проведения принадлежит возрожденной коммунистической партии Италии. Вообще-то это мероприятие сейчас используют и разные политические силы просто для своего пиара. Но в целом мероприятие посвящено именно в это направление коммунистам, партизанам и всем тем, кто поддерживает эти идеи. В шествии «Бессмертного полка» участвовали десятки тысяч людей, в их числе не только жители Милана. В акции приняли участие и наши соотечественники, которые проживают за рубежом. Впервые я взял с собой своего отца, который был очень поражен и очень был тронут с того, что весь марш, все шествие началось с гимна СССР. И вот это было очень запоминающе для меня. Шествие «Бессмертного полка» в Италии проходило впервые. Как говорят его организаторы, отныне акция станет ежегодной. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok